Мне предлагали бой на стадионном турнире Перепалка в интернете Да, ругаться с ним не хотелось Перед моим лицом начал ногой махать Это меня накаляет, раздражает Все дошло до улицы Вы стоите в окружении полицейских Тебе есть травмата, выстрелили в бой Не было денег на покушать Приходилось забирать деньги у кого-то В итоге я его ударил там перелом челюстью Меня посадили Стояла цель стать первым в этом гран-при Глендер шел фаворитом Не такой уж он и фаворит Третий раунд был в одну калетку Я увидел в Волга так страх Я должен был в полуфинале драться с Саматом Амхат забрал у меня Самату и еще сам ему проиграл Вам потом дают бой за третье место Договорной бой Оштрафовали на 300 тысяч Ты смотрел бой Никуль на следующий Я думаю, это постановочный бой, естественно Друзья, мы вас приветствуем на нашем подкасте Fight Show Сегодня у нас в гостях Один из лучших кулачных бойцов России Хамзат Куриев Хамзат, приветствуем тебя Всех приветствую, радуйся Маэстро Хамзат Куриев Не просто так маэстро назвали Люблю исполнять Ну и конечно Эдуард Вартанян и Армен Гулян Чуть раньше Чуть меньше перерывы между нашими выпусками стали Я думаю, чему вы рады Надеемся в дальнейшем так же продолжать Если это так, то обязательно поставьте лайк И тут мне Стив подсказывает Если это так, поставьте, пожалуйста, лайк Напишите комментарий Если вот как-то позитивно более-менее к этой идее вы относитесь Напишите об этом Ему очень важна ваша поддержка Если считаете, что юмор Армена, он очень актуален Поставьте знак минус Или плюс Хамзат, рады тебя видеть Смотри, у нас такой формат подкаста Где мы будем обсуждать через призму тебя Происходящее и в свободном формате общения Так что максимально расслабься Вот как с друзьями привык время проводить Только без каких-то пагубных вещей То же самое с нами Армен уже тебе третий раз говорит За вечер расслабься Что ты знаешь, то, что не знаем мы Я просто знаю, каково общаться с тобой И советую всем расслабиться Чтобы не так печально все происходило Я вроде не Тимурлан И я не дерусь в нашем деле Поэтому я не думаю, что я буду таким раздражительным Ну да, мне согласен Кстати, Эдик затронул, да, там, наверное На актуальную историю Это не так давно произошло на нашем турнире На нашем деле И вот я вчера видел сториз Где вы стоите в окружении полицейских Там присутствует и Мухаммад Калмыков И Тимурлан Перматов Но какой-то дополнительной информации Об этой встрече так и не было Более того, нам сейчас Самат рассказал Что он тоже ехал на эту встречу Не доехал Ну да, я там Самата не видел Да вообще-то в целом Ну что история такая Я зашел кинуть вызов ему И в первую очередь Арман мне не даст соврать Они мне предложили бой С победителем Гран-при Мне было интересно Вообще, по сути, больше Черняев Я рассматривал с ним Я, честно говоря, думал, что он выиграет бой Я так в ринг когда зашел Сказал, что мне больше интересно провести Боя с Черняевым И я вышел Все понятно, это наша работа На камерах надо раскручивать как-то бой Но когда брат по моей вере Да и в принципе Там ругаться с ним не хотелось Я ему аккуратно кинул вызов Где я ему сказал Когда я на улице двигался Ты от мамы пешком под стол шагал Это он воспринял как оскорбление И сказал мне Ты продавал памперсу Интересно было Я в жизни, в принципе, не работал никогда на работе А он там говорил, что кукурузу продавал Я ему ответил Ну типа, иди дальше, продавай кукурузу И, конечно, у нас, в принципе, мы всю ситуацию решили уже Но мне было непонятно его реакция Я понимаю, конечно, что у них с Камаком Там один менеджер Они тренируются в одном зале Что, вероятнее всего, его подготовили Скорее всего, даже догадывались, что я зайду И это была не его собственная реакция Ну меня смутила его реакция Ну и вот, в принципе, потом родился весь этот конфликт Где он перед моим лицом начал ногой махать Я же такого не допущу Ну и все дошло до улицы Единственное решение этого конфликта Ну мы пришли к тому, что Ну сейчас, учитывая положение в нашей стране Учитывая сейчас положение в Палестине Ну не допустили мы того, чтобы этот конфликт Перерос во что-то серьезное И решили дать по рукам и закрыть тему Там Мухаммад Калмыков присутствовал В рамках просто как Стимурлана В плане поддержки или что? Ну не знаю, да, он там поддержать его Приехал ли себе какой-то контент Отснять Он в последнее время так яро отслеживает мои шаги Так хочет реванша Но он должен понимать, что я ему Чисто принципиально не дам Когда-то он там голову вверх задирал И мне сказал, проводи пару боев Выиграл кого-то из топов Ну теперь все аналогично Смотри, получается так, что Ну там как история пошла Произошел экстез с Тимурланом Вы этот вопрос решали Но при этом Мухаммадом у вас тоже есть Открытый вопрос Перепалка, которая у вас в соцсетях есть Вот между вами вопрос не закрывался Или просто У вас просто идет в формате Как сказать, ничего личного Просто перепалка в интернете Да, да, да Ну я понимаю, что он там двигается от кого-то Ему кто-то дает указания Разогреть этот бой И сделать так, чтобы я согласился На этот бой в ближайшее время Мне предлагали бой на стадионном турнире Предлагали хороший гонорар Возглавить стадионный турнир Но я отказался принципиально Харкорный Да, почему Я первый номер рейтинга Почему я должен давать реванш человеку Которого я только что выиграл нокаутом Который слетел на четвертую строчку Я, по сути, первый номер И должен ждать боя за пояс Почему я должен давать человеку шанс Вернуться за гонку за пояс Деньги? Да нет, деньги Все понимают, что если я заберу пояс Я буду еще больше зарабатывать Даже если возьму реванш у Калмыкова Пояс тут перспективнее Чем второй раз выиграть на данный момент Калмыкова То есть ты идешь сейчас на Коваленко, получается? Ковалева-Ковалева Да, там только непонятно опять история То ли у него пояс забрали То ли что там произошло Короче, все Весь Ну там тоже сложности в переговоре, как я понимаю Потому что тоже была такая информация Там, наверное, сложности не в переговоре А сложности весовой категории Где взять хозяина организации, так скажем Я знаю, что есть моменты там переговоров То, что у... Какой взять организации, не понял Калмыков у нас взять Анатолия А, в этом плане? Да А при чем здесь Ковалев? Да и вообще все довольно очень странно Вот сейчас, допустим, еще... Это такая Санта-Барбара, да? Да Вот сейчас не закончилось еще гран-при третьего сезона Но сейчас Бридова уже на первую строчку поставили Второй сезон, когда гран-при был Бойцы зашли только тогда в рейтинге Когда закончился гран-при А тут гран-при еще не успел закончиться Бридова уже воткнули на первую строчку в рейтингах А меня на вторую Что за прикол вообще не понимаю Я понимаю, там, где фигурирует мое имя Они стараются максимально все делать против меня Это меня накаляет, раздражает Но ничего, мы будем двигаться дальше, сносить дальше их проекты А там уже посмотрим Так ты, получается, на контракте или ты свободный агент? Сейчас свободный боятся, да Свободный То есть у тебя контракт закончился И ты ждешь лучшего предложения Хамзат, вот по истории с Тимурланом Перматом В гран-при было их до 87 килограмм Вот насколько актуально тебе, сохранив свои кондиции Физические, да, там, реакцию В какой срок согнать вес, чтобы ты в 77 килограмм мог Данный поединок принять Мы рассматривали же на конец декабря, допустим Да, многие пишут Вот, это не твоя весовая категория Я 84 килограмма гоняю 5-6 килограмм То есть, ну, для профессиональных спортсменов это, ну, ничто Гоняют по 15 килограмм И согнять в 77 килограммов Ну, учитывая, если я буду на правильном питании И правильно ко всему подходить Ну, мне пару месяцев спокойно хватит Сейчас мы к актуальным, да, вот этим историям пришли А вообще хотелось бы немножко о тебе поговорить И о твоем пути, да, там, становлении Ты базовый боксер, ты с бокса начинал Скажи, в каком возрасте вообще боксом начал заниматься? В 12 лет я пришел в секцию бокса Ну, вообще, там была такая предыстория Я в 7 лет, меня мама первым отправила на бокс Я пришел неделю в Волгоградскую область В городе Паласовка Это небольшой городок, практически деревня Там 50-60 тысяч населения И меня она отправила на бокс Я где-то неделю ходил, дней 10 ходил Блин, молодой, прихожу, меня все бьют Думаю, ладно, хватит, с меня бокс Я уже всему научился И все, и завязал Потом уже, когда я закончил 6 класс Потом я переехал, в 1 классе жил с бабушкой И вообще в хуторе Потом я, у меня в 12 лет, в 6 классе Отец забрал к себе И я часто ходил в гости к брату двоюродному И он постоянно разъезжал по городам А мне очень хотелось Я с детства хотел большие города Мне нравились большие города Было стремление к этому А он постоянно разъезжал по соревнованиям Куда-то на соревнования ездил Потом приезжал домой У него какие-то блестящие медали Мне это все так понравилось Я тоже захотел, загорелся боксом Начал заниматься В кратчайшие сроки Через 4 месяца я выиграл область По мальчикам Потом поехал на Южно-федеральный округ Учитывая, что я занимался на то время 7 месяцев всего лишь Я первый, кто вошел в призы Выиграл, стал третьим На Южно-федеральном округе А, нет, на вооруженных силах Стал третьим номером и приехал В 13, по-моему, или в 13 или в 14 лет А как ты в вооруженные силы, получается, попал? Ну так, как? В 14 лет Да, в 13 или 14 лет А там по кадетам или как проходил? Просто вооруженные силы Вооруженные силы по боксу Солдаты, офицеры Вот это именно Не знаю Вооруженка Насколько я знаю, это называлось вооруженка До этого у нас, как я понимаю, не было Южного федерального округа Была вооруженка на то время Потом уже через какое-то время Это начали называть ЮФО Это какой год? Это где-то, какой это год получается 13-14, ну 14 лет, давай скажем Да, где-то 14 лет мне было Это получается 13 лет назад Потом уже стал Южно-федеральный округ проводиться А до этого была вооруженка Там, по-моему, как-то округ немножко по-другому Потом это пошло по региону Там мы СКФО, ЮФО Да, у нас участвовали в этом вооруженке Участвовали Северный Кавказ Там Ставрополь, Чечня Все, Карачаева, Черкесия Все участвовали Сейчас это СКФО разделение Да, и я в третьем бою Меня слили с краснодарцем Не помню ли у него сейчас фамилию Я на военном округе просто на тот момент Да, может быть Ну это как вонюшать Меня слили с краснодарцем И краснодарец поехал на Россию Стал на Россию первым Поехал на Европу, стал на Европу первым А я на то время занимался всего лишь 7 месяцев И все, потом тренировался Тренировался в возрасте 15 лет После 9 класса я поступил в Волгоградский колледж Олимпийского резерва А что тебе позволило там в 7 месяцев И ты уже заскочил И уже там с ребятами, которые Россию зажимают На равных бился Не знаю Это физические данные какие-то Наверное, да Больше физический характер Предрасположенность, да? Да, на то время у меня не было там Такой технической оснащенности Я просто на характере выходил И все три раунда дрался, дрался, дрался И многим было трудно приспособиться ко мне А откуда огонь? У тебя же был опыт, которым тебя, как ты говоришь, били А потом ты переформатировался счет чего? Не понял Ну, ты говоришь, что ты начал в 7 лет, получается Когда тебе мама отдала на бокс И там у тебя не пошло То есть там у тебя взрывная сила, она не проявлялась И тут буквально часто Моя характер закалился в футере, где я жил И там в основном 70% жило казахов Остальные 20-30% русские и эти украинцы Я был один-единственный в чечене в селе И мне постоянно казахи докапывались до меня Там было два брата-близнеца И их старший брат меня постоянно натравливал Их натравливал на меня Один раз я их оторвал обоих Одному руку даже сломал Одновременно? Да Талаб, Танат, привет Да, одному руку сломал А второго просто оторвал И, короче, вот это, как сказать, в возрасте В этом очень много дрался, очень много конфликтов Возможно, да, закалился характер именно уже там, в селе Ну, плюс у меня такая смесь, смесь насорога с единорогом Мама русская, отец чеченец И кто в этой смеси единорога? Ну, давайте уже не будем векать Как-то так, и всё И там уже поехал, закружилось Потом в 15 лет уже поступил в Олимпийский резерв Там, получается, на зарплате, правильно? В Школе Олимпийского резерва? То есть это как пансионат Не, это, короче, на то время было как колледж Просто, что удобно было Там учёбу совмещали с тренировками То есть ты едешь утром сначала на тренировки После тренировки едешь на учёбу И после учёбы вечером на тренировку И к учёбе там подходили, ну, как Снисходительно Да, снисходительно Да, если ты хорошо себя отдаёшь на тренировках Ты хорошие результаты показываешь Что где-то на учёбу бывает закрывают глаза А как ты туда вот именно попал? Там же, наверное, отбор какой-то есть Ну, я выиграл на то время уже в два раза область выиграл Я был, ну, как Мы договаривались к определённому тренеру С Половской области К этому тренеру почти все поступали в Олимпийский резерв Ну, и он знал меня, видел меня, как я участвовал И, в принципе, ему это предложение понравилось И он забрал меня к себе И что тебе дала эта школа? Ну, ничего, что она дала мне Когда я поступал, задумал олимпийским чемпионом станут и так далее Нереальным спортсменом буду А в итоге получилось так, что я переехал в Волгоградскую область Сам Волгоград город оторвался от родительского контроля Девочки, гимнастки, как я уже говорил И понеслась веселуха Ну, что у меня отличалось от всех там спортсменов От всех боксеров, которые учились Несмотря, допустим, то, что мы там могли до 7-8 утра гулять В 8 утра я приходил, приезжал в Олимпийский резерв Собрал сумку и ехал на тренировки Тренировки никогда не пропускал У меня как-то получилось совмещать отдых с тренировками Кто не пьет, результатов не дает Ну, как бы этим не горжусь Я хотел бы всем на молодежи сказать Наоборот, лучше тренируйтесь, не упускайте Это время Это самый такой возраст, где потом в дальнейшем он даст вам плоды И сколько ты там отучился? Два года на втором курсе отчислили Это в 17 лет получается Да Почему ты же на тренировки посещал? На тренировки посещал, но докапывались часто до футболистов И еще там есть кое-какие истории У нас просто в Великолужской академии физкультуры, которой я учился Самое негативное отношение было именно к футболу Кафедре футболу И ее даже потом уже сформировали Потому что это самые главные лентяи были у нас Ну, аналогично Там среди футболистов у нас были практически все мажоры И все такие сладкие пацаны И как вы их ущемляли? Как мы их ущемляли? Очень просто Мы приходили к ним в комнату Играли в ихний PlayStation Дохавали их еду После этого уходили, одевали их вещи Забирали их деньги и уходили гулять А теперь мы удивляемся, почему футболисты на людей в кафе нападают Тяжелый у них детство был В школах олимпийского Странали от боксеров И вот тоже У нас и хорошие друзья футболисты были Но факультет гимнастики был хороший Факультет гимнастики хорошие Они в Влагоградской области Все красивыми девушками славятся Ладно, а девушка жениться надо Надо, надо И смотри, 17 лет отчислили Получается как за драку, да? Да, можно так сказать И вот 17 лет, вот именно ты профессиональный Ну, как спортивную карьеру В каком формате? 17 лет я потом после этого поступил обратно в 11 класс Закончил 11 класс Вообще не понимаю, каким методом я сдал ЕГЭ На камерах, без каких-либо шспаргалок Я сдал ЕГЭ Даже без какой-либо пересдачи На 99 баллов, да? Ну, не на 99, а по одному предмету Там даже на четверку написал По какому? По русскому, по-моему, я удивился Думаю, ничего себе А я могу Пришел такой Вы в чем-то ошиблись Не, я все понимаю И как-то так Дальше там уже после 11 класса Чуть-чуть не повезло Меня посадили Первый раз Это такой Монету Подбрасываешь, говоришь, Орел Получается, Решка И тебя посадили Не, 18 лет В возрасте 18 лет Я с детства очень хотел пойти в армию Служить Так сказать Отдать долг своей родине Ну и 18 лет Меня не забрали в армию На тот момент, короче, как раз Не брали кавказцев Типа чеченцев не брали С России Было сложно, чтобы чеченцы Кого-то взяли в армию И меня Я сдал Я сдал Да Я сдал, короче, всем Всю медкомиссию У меня была первая категория Я думал Да, я поступлю в какую-нибудь спорт роту В хорошую роту Думал, поступлю А в итоге Потом Медкомиссию сдал Прошел И мне через Неделю-две говорят Тебя в армию не берут Я удивился И все И после этого Короче Ты такой Не хотите меня в одну государственную структуру Пойду в другую Да Да Я пошел в другую армию Это формат просто так же Драка произошел, да? Или какой-то Да Я вот эти вот совмещения Тренировок И развлечений Клуба, не клуба И как я уже говорил Я вам этого не советую В итоге там Ничего хорошего я не нашел Это были Ну плюс еще сложное детство Я сейчас как бы этим не хвастаюсь То есть да Было такое время Когда От того, что в принципе Было Не было денег на покушать Приходилось Такое Заниматься Всякими Такими Ситуациями Забирать деньги У кого-то Драться И Все Это вылилось Для меня судимостью Сколько ты отсидел? Первый раз Полтора года И вот когда полтора года Отсидел Когда ты вышел Какие эмоции Когда ты в жизни Полтора года потерял Ну учитывая то Что меня закрыли В 18 лет И я освободился В 20 лет Плюс освободился Еще вот эта вот Ауешная тема Блин Голова шумит Погулять Все так же хотелось Первым делом Что я сделал Я пошел в клуб Опять И все Когда я пошел в клуб Там мы подрались С человеком Но уже не по моей вине И Для себя Первый раз Когда я освободился С тюрьмы Я для себя дал Слово Что никогда в жизни Я не буду у людей Больше забирать Никакие деньги И еще что-либо Там просто Получилась нелепая драка Человек пьяный Проходил На лестничной площадке Мы стояли с другом Просто смеялись Что-то свое обсуждали Пальцами И там руками Жестикулировали А этот пьяный Дурачок Проходил мимо нас И что-то подумал Там не знаю Может услышал что-то А нет 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 Проходила мимо нас Пьяная девушка Точно Проходила мимо нас И не знаю Ей что-то показало Что мы ее оскорбили Или что Она поднялась Убежала вверх И возвращается С таким же Конкретно Выпитым Бухим Молодым человеком Со своим И он такой Вы что Кого вы Типа Ну про свою девушку И там Матными словами Вы что Попутали что-ли Ну и тут Два кавказца Горячие Такие стоят Что они ему Сделать Будут с ним Беседовать что-ли В итоге Я его ударил Там Перелом челюстью Ну в итоге Мы решили Этот конфликт Тут я переехал В Москву Осознал все Начал заниматься Спортом Короче В корне Изменился Но Мой друг Где ты начал заниматься Боксом Да ты продолжил Да я продолжил Заниматься боксом А где В Москве Занимался везде Так в основном Там у нас Была своя Здоровая нация Организация Организация Да здоровая нация Мы там Тренировались С ребятами В то время В принципе Я там занимался Сам то в фитнес-залах То ездил на спарринге Везде Вывал джим Потом К Светлане Ездил тоже Там на спарринге То есть Это недавно Было Это было 4 года назад 4 года назад Ну да Относительно недавно Переехала в Москву Лет 6-7 назад И вот эта история Из Волгограда Тебя там Настигла Когда ты уже Начал Я здесь уже Заниматься начал И вот этот друг С кем у меня Второй конфликт Произошел Он начал Исполнять Волгограде И там Побил Кого-то из органов И его закрыли И начали на него Возбудать Все старые Уголовные дела На него начали Возбуждать По одному Уголовному делу Проходил я Я-то вообще Не подозревал Я веду нормальный Образ жизни Никого не трогаю У меня в жизни Все хорошо Я прилетаю В Волгоград К младшему брату На день рождения А там меня Потом на съемочной Квартире Когда я отдыхал С друзьями Принимают Фейсеры И все Меня закрывают На год И пока сидел В тюрьме На каком основании На основании Того Что вот мы Возобновили Дело Уголовное Избили того парня Сломали челюсть И все Старое уголовное дело Короче Всплыло И закрыли нас Смотри Ты выходишь После второй Отсидки Да Вот на этот раз С какими мыслями Выходил Как скоро Был дебют В хардкоре После этого События Да я когда в принципе Смотрел Сидел в тюрьме Я наблюдал Эту картину Попалма На то время Она гремела Вот это уникольно Чешамбе Там наблюдал Смотрел Короче следил за ними И мне все писали Хамзат Блин По-любому Тебя надо туда Залететь С твоим характером С твоим Уличным опытом Сто процентов Ты там выстрелишь Ну и я думал 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 Да Думаю Надо по-любому Залетать И в принципе Вот когда я освободился Это произошло Это был 21 Год В декабре Я освободился 4 декабря Короче Да Второй сезон Хардкора Я вот первый бой Во втором сезоне Провел Четыре месяца назад Я освободился И провел первый бой На хардкоре У меня не было Никакого спортивного лагеря Я там долгое время Нормально не тренировался Я помню еще этот Хамзат В анкете Был обозначен Как КМС А у него международник А у него соперник Международник Я же там был Короче Я этот А я эту пару ставил А мы знаете Какой логике ставили эту пару И мы еще такие Это говорим Типа КМСник Против международника И там выходит И там выходит Нокаут такой жесткий Даже при таком случае А мы честно сказать Наша история В чем была Есть международник Мы такие Ну международник Наверное скорее всего Выиграет Кавказцев Много В гран-при Типа Скорее всего выиграет Хамзат вылетит И все прочее И в итоге А мы на этого Парня международник Как бы ставку ставили Как раз Ну представляешь Приходит международник По боксу С большими регалиями Ну думаю Ну это вот с Лендушем Где-то в полуфинале Может встретиться В таком формате В итоге Хамзат выходит И в первом раунде Нокаутом Жесточайшим Просто забирает Отбой И заявляет О себе Как главный претендент Джигант там был Еще короче Да я помню Этот бой Он еще там Так я разлетал В эту организацию В этот Второй сезон Говорил Вот я там Эмиля выигрывал Я ваш второй сезон Вообще разорву Мне говорил Записал Первое интервью Да я из тебя Там шашлыка Сделаю В итоге Я его отжарил Самого А с каким настроем Ты выходил Вообще На этот поединок С учетом того Что международник Ты четыре месяца А это про тебя Короче Это про него Самат говорил Здоровый С наколками Сидевший Не 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 Это Да Это понятно Пробойку Он говорит Он зашел Сшел Говорит в раздевалку А там Короче Здоровый Кто-то В наколках Кто-то Сидел Мы с ним разговаривали По этому поводу И он такой Я говорю Ты 70 килограмм весил Мы тебя в гран-при Так вот серьезно Не рассматриваем Мы думали Да Хороший парень Но из гран-при вылетит 70 килограмм Будет драться Говорит А когда в раздевалку Пришел И показали тех ребят С которыми Надо состязаться Я в шоке был Какие там Огромные парни И вот наверное Ты один из тех Огромных парней Которым Он там Столкнулся На тот момент Я не такой Большой Ну и не маленький И не большой Плюс-минус 80 килограмм Весил 82-83 Ну вот с международником Ты выходил на бой С какими мыслями С какими мыслями Блин Настрой был Нереально Серьезный Я в первый раз Дрался на такой Площадке С камерами Я Последние Двое-трое Суток Перед боем Я наверное Вообще ни с кем Не разговаривал В день боя Я вообще Ни с кем Разговаривал Я сидел Замкнулся В себе Конкретно Такой настрой Поймал Там многие Когда увидят Посмотрят Мне все писали Хамзат Ты под чем Выходил на бой Ты под чем Выходил на бой У меня внутри Был такой адреналин Нереальный Блин Под чем я выходил На бой Единственное Вот перед боем Я хочу сам Это достать Еще раз Единственное Перед боем За час Я вот этой вот Энергетики Какие-то такие В пакетиках есть Футболисты Их перед матчами Пьют Вот я его выпил У меня такой сушняк Еще потом После него был И я вышел Блин Ну не знаю Нереально Не передать словами Первый раз На такой арене Камеры Звезды вокруг На тот момент Я вообще-то Этих Акабов Думал Вот на туре Звезды А сейчас-то Они для меня Кто Но никто В принципе Ну я имею Ввиду Именно такие Персонажи Как Акаб Ну которые Популяризируют Не самые Лучшие стороны себя Ну смотри Вот прошел первый бой Ты победил Яркая победа Вот эмоции Какие испытывал Когда видео вышло Когда тебя начали узнавать Мы тот же вопрос Задавали ребятам Которые тоже так же Стартнули Тоже самое Вот у тебя С чем ты столкнулся В этот момент Честно Не знаю Не понимал Я еще ничего Для меня стояла Самая главная цель Это выиграть Гран-при Да Я понимал Что Если я выиграю Это гран-при Будут нереальные Перспективы Где откроются Многие двери Но Увы Чуть-чуть Не получилось Ну Твою Тем не менее Да Карьера Пошла в гору Шествие в гран-при Оно было тоже Очень интересно Ты один из тот Тех лиц Которые Вот максимально Интересно Подогревали К данному Событию И значимости И во многом Благодаря таким ребятам Как ты И Такой интерес Финалу Состоялся Которым там Ребята Дрались У тебя История Произошла Еще в преддверии Какой бой У тебя с Захаром был Одна четвертая Одна четвертая Сколько до этого Ты боев уже провел Три боя Три боя провел Да И во всех трех боях Ты там уверенно Забирал победу Два нокаута А третий бой В одну калитку По очкам Ни одного удара По-моему Даже не пропустил И вот когда ты выходил С Захаром У вас Вы два жестко бьющих бойца Два физически очень сильных Не в преддверии Да этого поединка У вас произошла стычка С командой Именно Лендрушка Лендруша С Захаром У меня стычки Там в принципе Не было никакой Вот именно После моего боя В одной четвертой Я должен был В полуфинале Драться с Саматом Лендруш с Амхатом Амхат взял Все переиграл После того как В одной четвертой Самат выиграл Амхат поднялся К нему в ринг И сказал Вот типа Давайте Мы как представители Азии Проведем бой В полуфинале И тот кто из нас выиграет Будет представлять Это его инициатива была? Азию в финале Ну не знаю Чья это Его была инициатива Или договоренность Там с Лендрушем С ними вместе Но я в курсе Этого не был Вообще Все говорили Что в финале Там должны Драться Куриев и Лендруш Но пошло не так И в итоге Все переиграли Меня поставили С Лендрушем В полуфинале Естественно Я не скажу Ничего против А то сейчас Если бы сказал Да нет Я же сама Там должен Драться В полуфинале Все бы сказать Ну у тебя были Да вопрос По поводу Сетки Которого Или еще что Начали бы Как будто воздуха Не хватает Что такое Друзья Если что Хамзат Не боится Не переживает Есть история Такая Что он себя Некомфортно Чувствует на камерах И Да Для человека Который В этой индустрии Находится Это является Он преодолевает Себя Это наоборот Я честно скажу Большим уважением К тебе в этом плане Отошусь Потому что обыденный человек Если у него есть такая фобия Он с камерами не сталкивается И он себя вообще комфортно Но ты себя раз за разом Преодолеваешь Так что в этом плане Еще раз хочу Нашим зрителям сказать К опыту Мне кажется Да Относитесь к этому Так что человек Наоборот Здесь ради вас Старается максимально Себя преодолевать Чтобы вы были Также в курсе Тех событий Которые происходят Ну и вот Да Амхат мне слово не говорит Идет забирает У меня Самата С полуфинала И мне назначают Бой с Лендышем У вас Когда с Захаром Бой произошел Бой то очень драматичный Был А в начале Он Это наверное Один из самых Холодких Боев Еще да По этому поводу Еще скажу Свою Форсаж По моему За историю Была И это получается Так что Сначала ты пропускаешь Потом Уже Ты начинаешь Забирать инициативу И там вот Проявился Твой Несгибаемый характер Который Несмотря на Жестко пропущенные Удары Несмотря на Те обстоятельства Которые Склетя складывались Ты всегда Продолжал Идти вперед И биться И это вот Такой бой Один наверное Самый драматичный Который я По крайней мере Помню Ну Я тоже так считаю Что один из лучших Камбэков И один из лучших Боев В кулачке Показал я Но Тем не менее Кто-то это не оценивает Ну ладно Но там такая история Была Что мне позвонили Сказали Хамзат У тебя бой В 11 вечера Приезжай Я приезжаю на Форсаж В 10 часов вечера Где-то Полдесятого Приезжаю Смотрю Там только Первый карт заканчивается И между картами Перерыв По 2-3 часа Там вечеринка Конкретная Была Вечеринка В каком Плодине Вечеринка Вечеринка Форсажа Кто-то дрался А кто-то развлекался Кто-то дрался Кто-то развлекался Или те кто Подрались Потом тоже Развлекались Короче Вечеринка В стиле Форсажа Обычный Спортивный колледж С гимнастскими Да И в итоге Ну я приехал И подрался Я в 7 утра В 7 или в пол Восьмого утра Я подрался Но суть в чем Ты всю ночь Это гулял Получает? Да Развлекался На вечеринке Да нет Я в час В час Где-то в 2 часа ночи Попробовал Уснуть в машине Лечь спать Ну ни хрена Так и не получилось Там полчаса Минут 40 Повалялся Не знаю Спал Не спал И где-то В первый раз В первый раз В моей жизни Когда он сломал нос Блин А что будет Неужели я проиграю бой Я должен выиграть этот бой Я должен выиграть этот бой Как Как Я чувствую Кровь течет Боли Не чувствую Вообще Это поэтому У тебя здесь Этот Шрам Это вот После этого Да У тебя Открытый был Шоль Перелом Или как Не знаю Открытый нет У меня был Перелом носа Со смещением Перегородки Да Перелом носа Со смещением Да и до сих пор Я кстати Не сделал операцию И все Первый раунд Я вытерпел В перерыве Настроил себя Конкретно Да и в принципе Я на мои Посмотрел Когда я увидел То что он видит Что я собираюсь Продолжать бой Что я конкретно Настроился Я увидел В его глазах Страх Он потерялся Как только Начался второй раунд Там все Мысли Посмотрят бой Увидят в его глазах Страх И то что он уже Проиграл этот бой Ментально И все И там уже Я переломал ход В свою сторону Есть важный момент Который Сказал Хамзат Во многом Поединок От настроя От эмоционального Да там Где-то В какой-то момент Просто эмоционально Дожав Или преодолев себя Не допуская Мысли Как сказать Плохих А настраиваясь Именно на цель Ты можешь преодолевать И продавливать И в какой-то момент Может быть даже В равной ситуации Или даже Для тебя впатывай Соперник сам сдастся Потому что не сможет Себя в этом формате Преодолеть И еще не надо Ходить на вечеринке Перед боями Правильно Да Это обязательно В порядке Иначе этих Моральных усилий Вам сложно будет достать И вот тем удивительно Что ты Несмотря на то Что там Ночь не спал Эмоционально Энергетически Был истощен Все равно Смог найти в себе Эти силы Для того Чтобы преодолеть Такие сложности Это же маэстро А вот на маэстро Это когда Вот дали тебе Такой бойцовский Никнэм Ну не знаю Я сам его себе дал Я много вариантов Рассматривал Рассматривал Там левша Хотел Была такая Такая мысль Еще всякие Там несколько вариантов А когда ты Вот это вот Когда хардкор Именно история Да Ну с хардкор Именно когда в хардкор Залетал Я думаю Какое прозвище В себе взять И потом маэстро Как-то крутнулось В моей голове Почему маэстро Маэстро Прикольно звучит В первую очередь Я это прозвище Выбрал А потом думаю Маэстро Как это может Соотноситься Со мной Ну маэстро Что делать Исполняет Думаю Да Точно Я всегда Люблю Везде Исполнять Движуху Хочу Движуху Везде Люблю Наводить И плюс Там я Приготовил Такой Подтекст После первого Боя Типа Я не король Не царь этого проекта Я маэстро Этого концерта Думаю Все точно Да Возьму Короче Это прозвище И буду с ним Шагать Двигаться И у тебя В конце Да Вот Захаром Когда бой Закончился Произошла Стычка С Лендрушем Да Вот этот момент Да Совершенно верно Там стычки В принципе Не было Просто Да Нам назначили бой Мы его приняли Смотри Как получилось Возможно Даже честно сказать Если смотреть С точки зрения Доматургии Вот у вас Произошло Там Ты Захара Побеждаешь Лендруш там Выходит У вас какая-то Там перепалка И может быть На этот момент Это уже Там матчмейкеры И руководители Организации Подумали А было бы интересно Вести в полуфинале Его с Лендрушем Типа дополнительный Интерес В этом плане Да нет Мне кажется Да опять же Не знаю Просто я вот Такой сложный Человек был Для организации Со мной Никогда никто Ни перед чем Не договаривался Не созванивался Не решали Какие-то моменты Как сделать Хотя я знаю Что с другими бойцами Многие моменты Там обговаривают Я неуправляемый Может в этом плане Я им неудобный И со мной уже Не советуются Ни в каких моментах Может быть Да Там было что-то Чего не знаю я Что знают они В полуфинале После 1-4 Амхат вышел к Самату Кинул ему вызов Они его приняли И в итоге Переиграли всю картинку И в полуфинале Дрался Самат С Амхатом А я с Лендрушем Больше чего Что было обидно То, что Амхат Забрал у меня Самату И еще сам ему проиграл Это было вообще неприятно Честно У нас с Лендрушем Ну был очень хороший бой Но это я считаю Лучший бой в кулачке На данный момент На сегодняшний день Так как и Камбэк Лучший нокаут Смотри, как ты настраивался На бой Сам, да Там с Лендрушем Лендруш шел фаворитом В данном А Гран-при С самого начала Об этом Заявлен был На первой пресс-коференции Когда звучали Тебе назначают с ним бой Вот в каком режиме Ты до этого жил Тренировочном И как ты выходил На этот бой Я скажу так Что по ходу Гран-при Вообще Режим тренировок И вообще режим Был идеальный У меня вот Я говорил Что стояла цель Стать первым В этом Гран-при Но ментально Наверное На тот момент С боя с Лендрушем Я изначально Проиграл Я допускал Такую мысль В голове Что он Блин Профспортсмен Там Чемпион мира По боксу И так далее А я У меня в голове Вот такая картинка Построился Блин Я вот только Освободился С тюрьмы Ни хрена Нормально не тренировался Он там всю жизнь Пашет Блин Наверное Я проиграю Я допускал Свою мысль В голове Не зря говорят Все идет С твоей головы Возможно Если я себя Перенастроил Чуть-чуть В другом формате Возможно Был бы Сложился бой По другому Но я знал Сто процентов Что я не сдамся И что я буду Драться до последней Капли крови Ну в принципе Так и произошло Первые два раунда Я отдал И то же самое В глазах Лендрушек Я увидел После второго раунда Что было В глазах У Амаи Когда я четвертый Или пятый раз Встал Он уже Уставшими глазами На меня Разворачивается И смотрит Я встаю Он думает Да ну нахер И все Третий раунд Там был в одну калетку Мне там буквально 20-30 секунд Не хватило Чтобы дожать И выиграть этот бой Еще плюс В конце Дал волю эмоциям Выкинул капу Тоже потерял Немало Немало Количество времени Ну короче Сложилось Как сложилось Но тем не менее Хотел бы сказать Самату Он должен был Поблагодарить меня За победу В финале Грам-при Если бы я Лендрушу не дал Такой сложный бой В полуфинале После чего Он сломал руку У него были проблемы С ребрами И в принципе Я так предполагаю Ментально Лендруш после этого боя Понял Что не такой уж Он и фаворит В этом грам-при Что есть тоже Сильные ребята Которые могут его выиграть И уже настрой Его немножко упал После Именно после боя Со мной И сама Как-никак Я думаю Все-таки В первую очередь Должен был Меня благодарить С этой победой Короче Как минимум Два колеса С автомобиля Должен был отдать Нет Должен был давать Каждый день Кататься на машине На патриках гонять Хотя бы на выходных Вам потом дают Бой за третье место А вы их драться Не хотели По кулачке И в итоге История была Бокса Поединка Вот можешь Пора это рассказать Да нет Не то что драться Мы не хотели Мы в принципе Драться не хотели Ну а почему Согласились на бокс Потому что Я предложил Анатолию Такой вариант Давайте вы просто Отдадите деньги И мы разделим Их между собой После чего Они начали Вот для того Чтобы забрать деньги Нужно подраться Я говорю Ну неужели Мы не заслужили Этих денег Я показал Такие бои Столько крови Пролил Такой контент Вам подарил Неужели мы не заслужили Чтобы Ну просто Не подраться Короче Чтобы просто Забрать эти деньги Он сказал Ну есть такие правила Ну я все понимаю Да правила Есть правила В итоге мы Да договариваемся На бой по боксу Я говорю Давай хорошо Но мы по кулакам драться не будем По боксу можем провести бой Я собирался драться По боксу В принципе Чеченцы между собой Да Боксируют Везде Ничего там такого нет Я хотел провести бой По боксу Ну потом От Амхада Поступил мне звонок Я думаю Амхад в принципе Понимал Что Ну Как боксер Он слабее меня Он базовый Машин Да Как боксер Он слабее меня Ему нужно было Что-то придумать В итоге Он к нему поступил От него такое Предложение поступило Типа Да давай Да этот Товарищский матч Условно говоря Короче ты выиграешь Выйдем на бокс Подеремся И попилим деньги Ну в итоге Что там 500 тысяч было Да мы вышли Подрались Я выиграл Разделили по 250 И нас оштрафовали На 300 тысяч В итоге С этих 250 Я всего лишь 100 тысяч увидел Я думаю Замечательно Ты в полуфинале забираешь У меня Сама-то Проиграешь ему Мы с тобой деремся За третье место Я за место 500 Вижу всего 250 И потом еще На 300 Нас оштрафовывал В итоге Я остаюсь Остаюсь соткой А вам же Это должны были Вообще Что штрафовали Договорной бой Анатолия Об этом говорил Договорной бой То что Как матчевую встречу Провели Из-за этого Нас оштрафовали На 300 тысяч Хотели Как лучше А получилось Ну да Люди хотели Крови Да Ну я согласен Да Мы принимали Условия Изначально И должны были Выполнять Эти условия Хотя бы Как минимум Раз организация Договорилась С нами Провести бой По боксу Надо было бы Его проводить Либо Открыто говорить Что мы не будем Драться А не водить Аудиторию Заблуждения Я согласен С этим Ну смотри У вас Это не моя Была идея Ну и ситуация Да Там Череда таких Мы почему Об этом говорим Сейчас на данный момент Взаимодействую С тобой Взаимодействую С твоими представителями Я знаю Какую ты работу Проводишь Не только В плане Спортивной Да Но его Своё восприятие Жизненного Ты вот Перенастраиваешь Ты хочешь Вообще Свою жизнь Полностью Изменить Для того Чтобы Совсем В другом направлении Двигаться Но сейчас Вот мы идём По твоей истории У тебя идёт Череда таких Ситуаций Всяких Сложных Какие-то договорённости С организацией В которой ты выступаешь Там история За третье место Которые подрались Это типа Подставной бой Обсуждение Потом ещё история Которая там По Никульну Произошла Да Бой состоялся Какое решение бы не было Он был конкурентный Вы рубились Там Никуль нагрежал победу Но у тебя были По боксу Да Но также были вопросы По поводу того В каком формате Он был организован Потому что ты выходил Не так хорошо Подготовлен Я помню Как-то ты в интервью Говорил Что после боя С Лендрушем У тебя мотивация Упала Именно в тренировочном Процессе Совершенно верно После боя С Лендрушем Я там Два-три месяца У меня режим Такой был Конкретный В режиме полёта Был И всё И когда бой С Никульным Обговаривался Он обговаривался На ноябрь месяц И в итоге Где-то за Дней десять До боя Мне звонят Матчмейкеры Хардкора И говорят Типа вот у тебя Там через десять дней Бой с Никульным Всё нормально Я говорю В смысле Всё нормально У нас бой в ноябре А я на тот месяц А я на то время Три недели Там по кроссфиту Тренировок Сам провёл Думал Вот только-только Сейчас начну на бокс Ходить Набирать форму Финансы Был бы чуть-чуть Чуть-чуть функционально Передышал бы Если бы нормально Всё было бы Бой сложился В мою пользу И то Учитывая Что это Не технически Не был готов К этому бою Вообще Не прошёл Никакой полноценный Лагерь И тот дал Нормальный бой Но тем не менее Мы с Никульным Разговаривали У нас В начале Двадцать четвертого года В первой половине года Мы с ним проведём Бой по боксу Уже в нормальной Форме Посмотрим Как это будет За поезд Либо может он Где-нибудь В другой организации В ММА На кладках Может приметь бой Или ещё что-то Это может быть Масса вариантов Масса вариантов Да, может быть Смотри Ты смотрел бой Никульна с Лендрушем Бой Никульна с Лендрушем Да Как его оценишь Вообще данный поединок Блин Для меня очень сомнительно Сомнительно В самую первую очередь То То что на конференции Озвучиваются Такие слова Что в вашем бою Ничей не будет Сто процентов После этого Что для меня Ещё так сомнительно стало Я видел Где Лендруш выкладывается Тут мне показалось Что Лендруш не выразил Не выложился На все сто процентов Я видел его после боя Я не видел его С таким уставшим И я не видел Те удары В которые он вкладывался И не видел тех серий Когда он проводил И вкладывался В них на сто процентов Для меня показался Бой сомнительным Мне показалось Что Лендруш не выложился На все сто И Никулин Как будто тоже Не дорабатывал Короче не знаю Не могу прокомментировать Может быть это у тебя Сложилось впечатление Потому что они были В боксерских перчатках Может быть Ну не знаю Другая же динамика Все равно Мне кажется Либо Ну блин Лендруш все таки Не совладал Со своими эмоциями И повелся На эмоции Не знаю Что Не могу прокомментировать Бой Для меня показалось Странным Этот бой Честно говоря Я думаю Это постановочный бой Если честно Третье место попилили Нет Просто Просто букмекеры Вышли победителями Ну мало кто Наверное На ничью ставил При условии того Что ничь нет И вообще По-моему Букмекеры Ничью принимают Нет Ничью принимают И что там 61 коэффициент Нет Там не 61 был Там что-то Около 10 По-моему Коэффициент был На ничью Да На ничью Около 10 Был коэффициент Но Есть же Слова Которые Озвучились На конференции Что ничьей Не будет И многие Наверное Смотрели Эту конференцию И это была Инициатива Никулина Он несколько раз Сказал Анатолий Уберите Уберите Типа ничью Да Да Все Там различные Я сомневаюсь О том Что со стороны Никулина Или Лендруша Были договоренности Потому что Лендруш точно С этой ситуацией Ничего не выиграл По поводу Организации Букмекеров Может быть Даже Знаешь Как было озвучено На пресс-коференции Но до букмекеров Эта история Была не доведена Так что там Всяческие ситуации Возможны У нас Нет всей полноты Информации Чтобы там Полностью выводы Делать Вот эта история Да Там Поединка Реванш Который актуален У тебя уже Несколько там Историй Реванш Очень актуально Это история С Лендрушем Это история С Никулиным Да Которая Также Важна Да Там Момент И вот По боксу Или по кулачке С кем С Никулиным Хотел бы по кулачке Но он по кулачке Он не примет Боя У него есть Хорошая отмазка Типа Давайте мне 20-30 миллионов И тогда я приму Хорошая отмазка Весомая такая То есть Да То есть Он прекрасно понимает Что вряд ли Кто-то ему даст Такие деньги Но в случае Если ему дадут Такие деньги В принципе В старости Не за что Будет переживать Даже если Хамзат оторвет Мне кукушку Нормально И на операцию хватит Будет тот класс Будь своя И на операцию хватит И там Ухажерку себе До конца своих лет Нанять Тоже хватит Нормально Только хороший ход Ты говорил Про несколько боев На которых ты Неправильно В неправильный срок Принял бой И за это Вот и сейчас Как бы в этом плане Более серьезно подходишь И второй бой Который ты обозначал Это была история Старабрина Вот по этому бою Что именно По срокам Или чему именно Было не так Ничего В тот момент В тот период Это вот как раз Период боя с Никулиным Боя с Старабриным Было все После боя С Лендушем После того Да Когда я вылетел С гран-при После боя с Лендушем Мотивацию Надо было поднять А я ее не поднимал И не ставил Перед собой Никакие цели А вот сейчас Я полностью Переосмыслил Свою жизнь Больше Вообще Не тушу Я завязал Абсолютно Совсем Тушу? Что ты мне сказал? Тушу? Тушу? Что за тушу? Ты завязал С тушу или что? Я не понял С тусовками С тусовками У тебя же этот вот Шрам что есть Это был получен В разборках Перед боем С Старабриным Да? Да За две недели Перед тем Как был бой С Старабриным На стадионном турнире Тебе из травмата Выстрелили в голову? Да Я на Арбате В центре города Кто? Там парень Там один Мы уже с ним По банкам Стрелял Промахнулся Мы уже с ним Пообщались Ладно Не будем Отзвучивать Эту ситуацию И так парень Там сидит Не столь отдаленных В местах Ну конечно Не за эту Тему Чуть-чуть за другие Там свои какие-то Движения Какого это С травмата В голову получить? Какого? Ну это уже второй раз В первый раз Меня вот тут Стреляли тоже Не знаю Меня не берет Ничто В плане того Что я не делаю Ни с чего Потом выводы То есть Если у меня есть Какой-то Определенный конфликт Меня не может Остановить Там какой-то Травмат Или еще что-то Я теряю голову Если у меня Действительно Есть неприязнь С человеку Я испытываю К нему Какие-то Отрицательные эмоции И я пойду На все Чтобы сделать Довести дело До конца Ну если я знаю Что я прав В принципе В ситуации И там Человек переходит Какие-то грани Дозволенного Задевает Мое личное И я пойду до конца Не важно Что у него будет Пистолет Граната Или еще что-либо Ну в данном случае Видишь Опасность Наверное В того Что у тебя Выстрел Над глазом Был Не дай бог Глаз Попадание И я думаю Даже данная ситуация Она того не стоила Или можно было бы Как-то по-другому Эту историю сделать Согласен Согласен Еще плюс У тебя через 2 недели бой И вообще Мне спорно Вот эта история С твоей командой Как тебя именно Допустили Хотя у меня есть Обратная история Когда Эдик Приехал на турнир По грэплингу У него была стычка Конфликт там произошел На парковке У меня никто не стрелял Тебя не стреляли Хотели Но не стреляли Он пришел В порванной одежде Покоцанный По-моему По храмовой Даже что-то такое Был момент И он вышел на схватку С профессиональным бойцом Сломал ему ногу Неспециально И потом После этой ситуации Потом по этой истории Дальше разбирался Но у него Не было сотрясения И в него никто Не стрелял И как бы там Хотя и На тот момент Мне было сомнительно Вот то что ты Этот Несмотря на эту ситуацию Принял Схватку И по грэплингу Сломал ногу Человеку Со смещением Разорвал Это же уже было После После Вот сейчас Сотрясение Да было Сотрясение Меня положили В больницу Положили В больнице Лежал Да Меня положили В больницу Мне сказали Там у тебя Выстрелит Ты продолжил Или тебя Вырубило Нет Не вырубило Ничего Я начал Я сначала Нагнулся Там пару Две-три Секунды Было Шоковое состояние Потом Поднимаю Голову Смотрю Там Пятки Его Сверкают Он Убежал Убежал Да И мне Друзья Мою кепку Дают Белую На На Приложи Что Делать Белая Кепка И все Мы поехали В больницу Меня положили В больницу На три Недели Сказали Три Недели В больнице Лежать А что ты На больнице Скажу Ничего Там Договорились Друзья Чтобы Это Не Афишировалось Ничего Сказал С лестницы Упал И все В итоге На второй Третий День Я пишу Заявление По собственному Желанию И ухожу С больницы И иду Уже На третий День На тренировке Готовлюсь К бою А за какого Расстояния Здоровье Наверное Метра Два Два Три Оса Была Либо Гроза Что там Не знаю Технические Вопросы От Эдуарда Честно Не разбираюсь В оружиях Да У него По-моему Был Грампауэр Или ПМ Что-то Такое А Гриша Не разбираешься Опыт Опыт А вот Кто Тренер Кто Тренер Был Вот момент Почему Не остановили Почему Не сказали Тебе Давай Побережем Твое Здоровье Прокапаемся Этот Не знаю Я никого Не слышал В то время Вот Наверное В том И Проблема Что Когда Я тренировался Под руководством Любакова Хороший Тренер Отличный Человек Все Замечательно Ну Блин Наверное Как Тренера То Насколько Я его должен Был Уважать И слушать Это У меня Не было Тренерского Авторитета У него Не было Передо мной У кого Вообще Тренер Был Авторитет Да Был Это Варакин Владимир Викторович У кого Я учился В Олимпийском Резерве Которому Я слово Поперек В принципе Не мог Скать Если Он бы Мне сказал Хамзат Нет Ты не будешь Драться Я бы сказал Да Нет Я не буду Драться Окей Я услышу А там Леваков Да Мне тренер Сказал Не надо Драться Типа Хамзат У тебя Сотрясения Какие Драться Я сказал Да Нет Я буду Драться Принципиальный Бой Стадион Турнир Я никогда Не дрался На стадионе Да И в принципе Наверное То что я Недооценил Соперника Тоже сыграло Для меня Злую шутку Я думал Да нет Тара Блин Проходный Для меня Соперник Я его Разберу Когда Перепрыгивал Ринг Там еще Такая Ситуация Произошла Я перепрыгнул Ринг И становлюсь Чувствую У меня в колене Что-то схватило Я подхожу К своему К углу И говорю У меня Колено болит Конкретно Я наступать Не могу На правую ногу Она говорит Ну давай Все Сниматься С боем Я говорю Не Я буду драться Нормально И вот Это Самый Главный Геймплан Он пошел Он разрушился До начала Боя То есть Ну я знал Что Тара Блин Для меня Он мертвый На ножках Он бьет Хорошо Все хорошо На ножках Мертвый И все А я передвигаться Нормально не мог И в итоге Там первый Нокдаун Я дрался Дрался Второй раунд Выиграл И в третьем раунде В открытую рубку Полез Ну все Это связано Скорее всего Просто Ну с моим С моим Подходом К боям Недооценил соперника Плохо Тренировался Сотрясение Одно на одно Наложилось И все И бой проиграл Смотри А в какой момент Ты вот так вот Остановился И такой Так Что-то идет не так Не восприятие Именно В поведении Да Не в спортивном Только в спортивном Идет как-то не так И надо вот сейчас Все переосмыслить Да Просто надоело Все 27 лет Я смотрю на сверстников Они зарабатывают Там в 5-6 раз Меньше меня Ну у них там Есть уже машина Своя квартира Семья Дети У меня 27 лет Я 3 года Мечтаю о своей семье Завести своего ребенка Да блин У меня ни квартиры Ни машины Нет своей А я зарабатываю В принципе неплохо И сливаю там Кэш Неплохой кэш По 2-3 единицы За 2-3 месяца Куда бы Унитаз Все это надоело Уже хочется Сформулироваться Как человек Стать личностью Которая добилась успеха И показывать Быть примером Для своих младших братьев Для сестренки Опорой Поддержкой Дать им какую-то Помощь В дальнейшем Средний брат Сейчас идет в армию Младший брат Сейчас в 9 класс Поступил Скоро закончит Это 11-й Он круглый отличник Хочу его забрать в Москву Чтобы он поступил хорошо Ну чтобы в дальнейшем Как-то им помогать Нужно уже Добиться успеха Нормально Чтобы в дальнейшем Оказать помощь Своим младшим братьям Ты уже с такими мыслями Готовился к бою К Мухаммаду Калмыкову Потому что это важное событие У вас там много было сказано В преддверии этого боя Именно к Мухаммаду Калмыкову Но там наверное просто То что я уехал с Москвы Я проходил подготовку в Осетии Маленький городок Где я не гулял Где там не было Кавказ Да, в Владикавказе В Осетии Где там не было Друзей Где там не было Москвы Вот этой суеты Постоянно Звонок оттуда Звонок отсюда Хамзат поехали сюда Хамзат поехали туда Там я настраивался на бой Готовился Казбек очень сильно Мне помог в этом бою Подготавливал меня И ментально Очень сильно настраивал И все Там я вот все 2-3 месяца Посвятил себя тренировкам Просто отказался от всего Был в режиме Но и то не в идеальном И то не в идеальном Я там не всегда ложился Рано спать Не Неправильно питался Могу там Кушать все подряд И бургеры И не бургеры Сейчас на постоянной основе Начал И вовов так же Твой тренер? Нет, нет Сейчас вот На постоянной основе Тренируюсь У жука В каком цели? Мы в новый зал переехали Только вот буквально вчера Бупас, да, получается? Нет Он раньше занимался у Бупаса Они вместе, да, там преподавали Потом он переехал в Калифорнию Сейчас в Калифорнию Мы переехали в новый зал Буквально вот там пару дней В Калифорнии, в смысле США Или зал в Калифорнии? Зал в Калифорнии Там тренировались А сейчас мы переехали в новый зал Он как-то назывался Хиллс в центре Я не помню точно его название В общем, сейчас под руководством Жука тренируюсь И дальше уже вместе Собираемся покорять вершины Ты смотри, когда в преддверии боя С Мухаммаду кому-то говорил Что я знаю, для меня это важный бой И победа в этом бою Мне поможет, скажем, с другой высоты Уже решать свои вопросы И уже выведи меня на другой уровень Вот этот бой, принципиальный бой Ты обозначал, что ты должен Во втором раунде выиграть Ты во втором раунде это выиграл А какие эмоции испытывал После победы в этом бою И что изменилось в твоей жизни Блин, изменилось, наверное В принципе Пока только гонорары Стали там x3 В три раза больше И на данный момент, да Я уже начал ко всему Относиться по-другому Но после боя с Калмыковым Я тоже дал там небольшую осечку Первые там дней 10 нормально держался А потом уже После своего дня рождения Там 21 июня у нас был бой Был день рождения Калмыкова Я ему подарок сделал на день рождения А потом после своего дня рождения Загулял И загулял тоже там на месяц, на полтора И вот только сейчас пару месяцев Как два-три месяца Я пришел в хорошую форму Сейчас хочу провести бой Все, что я должен был сделать После боя с Калмыковым Это там Как-то Воспользоваться вот этой победой Над Калмыковым Там поездить по подкастам Подавать кучу интервью В общем, развить этот успех Я не сделал Я просто отдалился от этого всего От спорта От тренировок После боя с Калмыковым Я не раскрутил Вот этот, в принципе, вес Свой успех, который получил Смотри, я разговаривал с Александром Да, с твоим представителем Менеджером Который, да, там сейчас По многому тебе помогает Вопросов И он является еще по образованию Именно психологом Он работу именно Как я понимаю С тобой проводит И не только в плане Твоего продвижения Но и твоего восприятия Мировоззрения И этот Правильное Выстраивание твоей карьеры Вот Насколько это важно Для тебя Для спортсменов Профессионалов Для достижения своих целей Потому что мы знаем Примеры, когда Профессиональные спортсмены Начиная работать Со спортивными психологами Улучшают свои показатели Совсем по-другому Начинают работать В боях И двигаться Потому что во многом Там какие-то вещи Психологические Ограничивают В этом плане Насколько для меня Это важно Не знаю Но я сейчас Я сейчас в таком Подвешенном состоянии Нахожусь Я от всего отказался Изменил полностью Своё окружение Много С кем перестал общаться И сейчас В нереально подвешенном состоянии Я не понимаю Немножко что происходит Где-то уже Больше двух месяцев Абсолютной трезвости И у меня сейчас Какой-то эмоциональный Качели идут Я не понимаю Иногда что происходит Со мной Отходосы что-то получается Не знаю Как это назвать Отходосы Или что Я наркоманам В принципе не был Просто любил погулять Но эмоциональный качели Конкретно Не знаю Сейчас что дальше Разберёмся Со всем Но есть Есть желание Улучшается И мотивация Служит Это семья Это именно Дети Да И мои младшие Братья Сестры Я думаю Это Знаешь Как Хорошая мотивация И хорошие цели Которые перед собой Ставятся И это то Ради чего Может Стоит Вот такой Да Через этот период Пройти И проработать Всё Потому что сейчас Если взять Сухом остатке Ты Боец Которого знают Ты боец Который востребован Боец Рядом с которым Связаны много Различных историй И на данный момент То что ты имеешь Главное Это не упустить И развить Как ты говорил После боя С Мухаммадом Камаковым Знаешь Ещё момент Многие Не готовы Даже эту историю Признавать Что что-то Идёт не так Что они куда-то Ружатся Что они теряются Ты это признаёшь И ты готов Работать над этим Так что я думаю Это уже Главная история Которая есть И вот В этом плане Знаешь Когда человек Не боится Раскрыть себя И сказать о том Что в какой Перипетии Их он находится Самый прикол В том Что вот Именно только Когда я признал Что у меня там Есть зависимость К этим тусовкам К развлечениям Только когда Я себя признал Что Это нехорошо Это неправильно И что Только тогда Я смог с этим Действительно бороться А до этого В принципе Проблем не было Я себе это не признавал И бороться В принципе Было нечем Как ты себя это объяснял Я имею ввиду Как ты говорил Что тусовки Никак не мешали Как я себе это объяснял То что я молодой То что я там В жизни Никогда ничего не видел Выбился сам Добился успеха Имею право Себе это позволить Насладиться Так сказать Этой жизнью Так можно же Наслаждаться Не только От девчат От вечеринок От тусовок Просто Каждый выбирает Сам Свой отдых Своё развлечение Сейчас когда уже Я получаю Удовольствие От других вещей Сейчас Уже Для меня Это стало Такое Как сказать Не то что мне нужно На то время Не знаю Что это С чем это всё связано Очень трудно Мне сейчас давать Вообще В принципе Интервью Я уже говорил Что у меня Нереально подвешенное состояние Вот через полгода Через год Мы с вами Пообщаемся Я сделаю Нарезку Видео Вот этого И которое Я дам интервью Через полгода Через год И вы сравните Этих Двух людей Нынешнего Хамзата И будущего Я вам даю слово Это будет очень интересно Хамзат Мы тебе желаем Только Успехов В том направленности Которые ты сейчас делаешь В своем становлении Не только спортивной личности В благих намерениях И это только похвально И я уверен Поддержка людей Которые рядом с тобой есть И тебя правильно направляют Тебе в этом поможет А мы в любом случае Будем за тобой следить И уверены Что в таком направлении Если ты дальше продолжишь двигаться У тебя всё получится И надеемся Через пару лет Будем обсуждать Твои дети В какие секции пойдут И какое дальнейшее Будущее Ты для них увидишь Да Да 100% Спасибо Спасибо тебе большое Хамзат Что ты сегодня к нам пришел Спасибо Очень рады тебя у нас видеть Я думаю данный Наш разговор Тоже во многом В пользу Сыграет той молодежи Которая также стоит В своей выборе В перипетиях жизненных 100% Просто Делайте выводы Чуть раньше Родители Именно родители Это единственные люди Которые За нас действительно Переживают И то что они советуют Наверное связано Как-то и с их Прошлым И с их жизненным путем Которые они уже прошли И это единственные люди Кто по-настоящему За нас переживает И слушайте их И не думайте То что вот они Если говорят вам Учитесь Учитесь То что это они просят Как будто ради себя Все наверное так воспринимали Раньше Когда родители Зачем мне учиться Да зачем мне учиться Что это Им надо Пусть они учатся Нет Нет Советовали для нас Так что учитесь Слушайте родителей И в жизни Все будет хорошо Возможно вам не придется Потом зарабатывать Своими кулаками Деньги А можно зарабатывать Своей головой Хамзат Еще раз спасибо Что ты к нам Сегодня пришел Это был правда Интересный разговор А нашим зрителям Хотелось бы сказать Друзья Подписывайтесь Пишите комментарии Нажимайте на колокольчик Чтобы не пропускать Наши следующие выпуски Такие ваши дети Помогают нам Продвигаться И делать для вас Все более Более интересный контент С новыми Интересными гостями Спасибо большое На связи Через год увидимся Субтитры сделал DimaTorzok